Дисклеймер! Уберите от экранов особо впечатлительных личностей и людей с неустойчивой психикой! Эпик-файтинг — это дичайшая смесь абсолютного трэша, угара и безумия! Данное шоу не рекомендуется к просмотру вообще никому! Мы повторяем! Не рекомендуется вообще ни-ко-му! Стартуем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова всем смотрящим! Ха! Я максимально всех приветствую вас на первой и исторической конференции Эпик-файтинг! Ха-ха! Сева! Единственный, кто тут всегда под речком, написал гимн Эпик-файтинга за 13 лет до выхода этого выпуска! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ровный пацанчик, который даже в самой адской грин-жатине может увидеть нотку позитива! И с вами мы, ведущий, мой братишка Сева! Ну и, конечно, Стасик Борецкий! Брадик! Стас Борецкий! Шоумен из 90-х! Боец! С рекордом 100-0! Но только на съемках ток-шоу для телевидения! Хотел рубиться в октагоне, но попросился вести, потому что когда падает, не может подняться! Обещает, что похоронит любого! Но пока похоронил только талант ведущего! Ну, короче, полный мудак! Давай расскажем, что такое Эпик-файтинг! Друзья, ну да, чисто для понимания, да, это место, где встретятся самые ошалевшие и безумные персонажи Ютьюба, для того, чтобы схлестнуться друг против друга и выяснить, кто реально из них может действительно по достоинству себя назвать лучшим бойцом Эпик-файтинг! Совсем скоро вас ждет четыре ярчайших выпуска боев! И в самом последнем из них произойдет нереальное противостояние, о котором мы поговорим позже! Да? Реально? Первым противостоянием легендарного выпуска станет реванш Олега Монгола и руки-базуки! Так пусть же настанет Эпоха Легенд! Но перед началом этой титанической конференции я хотел бы попросить каждого из вас поставить лайк, написать маленький, короткий или длинный комментарий под видео, подписаться, ну и, конечно, колокольчик, ёпта! Эпик-файтинг-чемпион-шит! Да здравствует новая эра великих сражений! Я понял, что ты меня хочешь, сука! Да! А ты мне на***ть, что ты пузик меня посрал! Я тебе пузик, брат! Вот ты вы еб***щик! А ты вон закрепляйся! Я в швачку не дал, Анна! Саня! Лопайся! Пожил! Суму и б***ь! Пожил! Все! Тихо, тихо, тихо! А ты не опущен! Тебе охрана! Пошла ты на***ть, твой сельд! Охрана! Мне, половой член на поле! Тихо, тихо, тихо! Парни, 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 парни! Ну а перед тем, как пригласить бойцов, мы хотим поблагодарить Алимбет, генерального спонсора Эпид Файтинг Чемпионшип. Официальная, наэпическая компания Алимбет, все спортивные события мира, высокие коэффициенты на сайте и в лучшем мобильном приложении от самого надежного партнера. Переходи по ссылке в закрепленном комментарии. Регистрируйся, активируй промокод Эпик и получай бонус 2000 рублей! 1500 рублей при регистрации плюс 500 рублей при первом депозите от 1000 рублей! Ну что, друзья, вот он момент истины. Давайте пригласим наших бесстрашных воинов, которые первые вступят на эту арену для того, чтобы встретиться друг с другом, пообщаться, поболтать тоси-боси на Эпик Файтинг. Встречайте! Мини-Халк! Рост 1 метр 35 сантиметров, рекорд в ММА 1-0. В Эпик Файтинг планируют разнести всех и стать королем самых эпичных воинов. Чтобы укрепить свой дух, каждый день ездят в переполненных лифтах! В этом мире он ищет три вещи – правды, свободы и того, кто перешагнул его в детстве. Всем привет, уважаемые леди и жентрмены! Я рад приветствовать нас на борту нашего лайнера. Саня Бык! Саня Бык – друг Олега Монгола. Получил свой голос благодаря тому, что запил красный доширак боярышник. В республике Хакасия является министром сельской внешности. Который совершает полет из ниоткуда, никуда. Ну и все будет ровно. Я надеюсь, я всех порву. Чики-пики! Великая воительница-амазонка из племени зеленого змея. Как и все женщины, стесняется своего возраста, поэтому всегда ходит опухший. Чтобы не было видно морщин, мечтает уничтожить парнозвезду Елену Беркову. Кстати, пишите в комментариях, кто бы победил в этой зарубе. Ну и все будет ровно. Так что, парни, болейте за меня. Ну, парни, конечно, и девчонки. Ну и все будет ровно. Все будет чики-пики. Я Дмитрий Александрович Овсяников. Внук офицера Гемля. Рашен Айр Вай Тайгер. Рашен Тайса. Считает себя внуком офицера Кремля. Несет людям добро, любовь и запах Балтики-девятки. Говорит, что не съест своих соперников, а закусит ими. Не защищает корпус, потому что его печень уже ничего не страшна. Думает, что вместе стату Тайсона на лице. Ему передалась частичка таланта-легенды. Латвия с Майкс Тайсона буду рвать на части каждого, который встанет у меня на пути с классикой советского бокса. Рот-два! Ток-дак! Или кросс. Бах! На опережение! Опа! Печень! Горосавчик, брат! Да ты, горосавчик, это клуб! Отвечаю, у меня аж мурашки пошли по коже. Садись, родной. Ты что такой серьезный, слышишь ты? Я такой какой, ебаный! Мне нахер имиджмейкеры не нужны? Молодец, вот это правильно! Вот это правильно, я такой же. А ты молчи! Это вот просто я посчитаю нужным! Молодец, молодец! Припудрите пацанчика! Сейчас припудрим солью! Будете дургнать! Вуфорит! Попробуй! Красава, я тебя поддерживаю. Первый человек, который догадался вставить микрофон в ухо. Ничего не бойся. Что мне бояться? Это Господь крепость моя. Что мне бояться? Он в СССР унитазы чистил, епта! Стоп! А где же бойцы самого эпичного? Карда! На туре! Главные герои! А кто это? Они здесь? Давайте поприветствуем Олега Монгола! И руки-базуки! Олега, родной! Залетай, братик! Олег Монгол! Он же Хакасский Тигр! Черный пояс по джиу-джитсу! Синий в шопу по выходным! Основатель системы дыхательной гимнастики Перегарыч! Минздрав планирует печатать на пачках сигарет не страшные болезни, а просто лицо Олега Монгола! Говорит, что выиграл турнир Mortal Kombat. Просто эта часть еще не вышла. Кирилл, руки-базуки Терешин! Первый боец-порноактер в мире! В последний год участвовал в схватках. Один против двоих, один против троих. Его коронка Партер. Благодаря этому был уверен, что разнесет всех. Но стал сомневаться, когда узнал, что тут надо реально драться. Служил в армии. Своим примером доказывает, что иногда бить солдата нужно. Это нормальный, ровный пацан, кстати. Он выдает, он на движениях, он постоянно на движениях. Ты видел, как он танцует, нет? Я того родственника, как он танцует. Я помню, у меня деньги должны с 90-х. В натуре? Ты что-то должен кому-то? Он сказал, забудь. Я ему дал на раскрутку его канала. Долги отдаю только трусы. Так, ну что, настало время для объявления... Олежа, Олежа, это что? Долг платежом праздник. Пои конкуренты или что? Рано или поздно все время. Они гробовщики или что? Да легко. Яско. Так, ну что, настало время для объявления дебютного сражения, которое откроет замечательный, великолепный промоушен Эпик Файтинг. Руслан Нео Гительман. Больше всего боится, что кто-то надругается над его девушкой. Екатерина Тринити Гительман мечтает о том, чего боится Нео. После съемок первого сезона Эпик Файтинга пора рассталась. А почему? А, вы сами все увидите дальше. И в первом бою сразятся Мини Халк и Саня Бык. Давайте их поприветствуем аплодисментами. Ладно, пока тут идет аспект, я займусь тем, что я посчитаю нужным. Потому что мне, блядь, скучно сидеть так просто, блядь. Блядь, блядь. Просто, блядь, парит эту голову, блядь. Брандин, ты больше всего, блядь, больше делаешь, блядь. Да-да-да-да. Раунд вон. Я же сказал, ну, полный мудак. Блядь, здоровый, блядь, ебь его, блядь. Красавчик. А теперь, блядь, у меня кулаки чешутся. Я, блядь, у меня когти, блядь. Я рвать хочу, вот в чем дело. Самаха, ты куда, брат? Блядь. Блядь, это было. Так, 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 так. Ну, еще, фигка себе. Хочу бороться, блядь. Санек, роднуля. Ну? Ну, так чисто между нами, да? По-босянски скажи, ты видел этого Халка вообще, ну, вот до того, как он сейчас здесь появился? Вообще ни разу. Ни разу? Ну, вот ты, скажи, вот чисто, безумально, ты его как оцениваешь, ну, как спарринг-партнера? Вывезет пацанчик или ляжет? Ну, там Господь рассудит. Господь рассудит? Ну, конечно. Это красава, вот это молодец, брат. Порождись, а вот сейчас про кого? В смысле про кого? Ну, про какого Халка? А вот, ты не видел, а вышел сейчас. Вот от мелких. Мощный, который такой. Ну, а... Я со мной работаю. Кем ты работаешь? Я никем не работаю, я тебе говорю, работаю. А, ну я и вижу. Я вижу, ты видишь, что, ху, такое в КВН. Она никогда не работала, она всю жизнь дерется, понимаешь? А что ты думаешь, мини-Халк, о своем сопернике Сане-Быке? Я, как спортсмен, алкоголизм буду ломать. Надо вылечивать от алкоголизма. Будешь выжигать алкоголизм каленым железом, я понял. Так нельзя, это беда России. В принципе, я тебя, мини-Халк, в этом ни ху, не поддерживаю. Но я человек маленький, поэтому то, что ты сказал, я уважаю. Саня, вопрос к тебе, знаешь, какой? Какой? Ну, с точки зрения, как говорится, санитарей. С точки зрения? Не обессудь. Мне просто понял, ну, как бы, я же знаю, что ты любитель немножечко поддать. Ну, конечно. Нет, ты сказал санитарей, я говорю, ты молчишь. А, нет, вопрос в другом, брат. Ну, ты же любишь, да, там, поднакатить одно другое. Ну, конечно. Я вот, когда у меня бывало такое, когда, знаешь, там, лишнего дам, там, один раз нагнулся, там, что-то там сделал, короче, немного подкатывает, я просто к чему тебя верну? Один раз нагнулся, и все, и не мужик, ип-то. Аккуратнее, брат, пиццон. Здесь все мужики, все нормально, кроме Иришки. Короче говоря, брат, короче говоря, брат, скажи, вот ты не очкуешь, короче, ну, если вдруг ты накатишь. А-а-а. Дай ему в тюрьму. У него роль такая, ***. А, это мой, это мой. Вы не даете мне задать вопрос, ебаный в ротик? Дайте я спрошу Санька, ну, мне просто реально интересно. Ой, это мой чистый хохмач в натуре. Я просто хочу, чтобы ты успокоился. Не давай. Я не с тобой разговариваю. Короче, брат, так и не надо лезть туда, куда не надо. Ну, ты не боишься, Галыч, Галыч, ты его будешь, ну, как бы, прессовать. Что, где-то слегка там что-то не так и блевануть на него? Нет, конечно, у меня такого нет. То есть с кайфом блеванешь, если ничего, да? Давай его сделаем, это будет красиво. Прям фонтанами вот, понимаешь, замочим. Ладно. Ну, это так, чисто, я просто, ну, для себя. Мне просто интересно. Друзья, друзья. В кадре будет интересно смотреться. Я сейчас сделаю откровенное признание. Ну, наконец-то. Монгол, мой любовник. Вау. Не себе хера. Я в шоке, мальчик. Монгол, твой любовник, и ты. Да не мой. И молчание ответное. За долги с ним он бы так вот спрашивал. Я думал, ты отреагируешь. Причем здесь не отреагируешься? Да вообще охренел, что ли, ебану. Не, брат, он просто понял. Ладно, я пошутил, ребят, я пошутил. Соситесь! Соситесь! Не, пацаны, хорош, хорош. Угомонитесь. Что ты хочешь? Соситесь, соситесь. Угомонитесь! Опа! Вот ты уебище. Все дело в шляпе. А-а-а. Шляпу потерял, шляпу поевал. Мой тем совет. В определенный момент просто. Ну, расслабься. Ты вообще гитару найди, ай, поиграл бы. Расслабься, дебя. Расслабься, дебя. Смотри, какая расслабленная. Вот ты не пищи нахуй. Она газует вообще похлеще, чем ты, брат. Тебе надо так же, понял, газовать. Все, газуй. Если он что-то скажет. А вы на Харрель Дэвидсенко встали. Тех не оттянешь, нахуй. Это так же, как вот, допустим, один кулачком дрочит, а другой вилочкой. А ты чем, брат, дрочишь? Я кулачком, брат. Молодец, красава. Давай кулачок. Он им дрочит. Так он дрочит, а ты не здоровая. Ты дурак, брат. У меня к тебе вопросик. Вот я так смотрю, мы с тобой виделись, вот когда мы снимали этот, вот это, анонсы, вот эти все дела. Ты когда майку снял, я видел, ты такой раскачанный пацанчик, мощный, лютый, да? А Санька я посмотрел, ну, он прям совсем худенький. Он больше меня. Ну, скажи, вот, ну, можешь пару советов дать? Как Санькура скачаться нормально? По грамоте у нее скачать? Гросить пить, это вообще нельзя так, это в очи, не пропагандировать. Да мне какая разница? Я все равно, я постоянно... У меня порода-то такая гончая, я худой, как бредень. Он тренируется, он бухает, он... Не в этом дело, что я бухаю, там, не бухаю. У меня природа такая в организме. Это не природа, это хуйшебать. Я худой, как бредень. Вот поэтому на бою все увидите. Вот, кстати, можно я Александру задам вопрос? Конечно, брат, конечно, нужно. У меня всегда интересовался вопрос. Вот бойцы перед боем моются? Бойцы перед боем? Или молятся? Стираются. Они моются или молятся? Или все и то? И то, и другое. Просто я сижу, тут такой... Молятся. Запах перегарыш. Вот это панч. Ровно, брат, раунд. Бойцы моются? Молятся. Но вообще-то ты не с нами сидишь. Слушай, а... Спасибо, Стас. Монгол? Монгол, он вообще... Ты понял, да? Он... Я вообще не знаю, это... Не монгол, это мой брат. Монгол? Монгол, если странно. Любовник-то, брат, вы уж определитесь. Вы определитесь. Стоп, стоп, смысли, что ты там закинул? Кто чем любовник? Как Борецкий же говорил, что монгол его любовник. А, да, в натуре, я забыл. Так это правда или нет? Я не понял. Или ты прикололся, брат? Может, у вас там тройничок еще творится? Не? Я не знаю. Я обалдел, что ли? Ну, я... Я не помню, с кем я пьяный был вчера. Олеж, ты... Вы что, гойни, что ли? Ты же уже давно не пьешь. Ты же должен все помнить. Охватить. Что такое? Обалдел? Ты меня сейчас будешь бить, что ли? Обязательно. Да ты, сука, я тебя сейчас порежу. Давай, опробуй. Давай, блядь. Давай, Сасян, Сасян. Гони его. Ты псих? Понял? Ты псих? Он Олег Монгол. Олег Монгол псих. Олег, все. Все так вот. Вы что, вы хотите газовать? Покойся сам. Пацаны, вы хотите газовать? В ситуации решается спор именно так. Я чуть не ебнулся туда. Ты в курсе, блядь? Если бы я туда ебнулся, я бы собрался обратно. Заберу. Там бездна, блядь. А я просто беру. Кого заберут? Куда? Раунд ту. Ну вот не надо мне тут поверить. Блядь. Я прокинул нагринь, блядь, назад. Опять? Опять. Все, блядь. Да фамилия моего Сяньков, лошадиная в курсе. Крыса накачанная, которая с вами делается. Да не конь, блядь. Кто, кто, кто? Нет, дайте мне... Да, Кемникова или кто? Беркова. Я не люблю это дело. А мы об этом попозже расскажем. Иришка, ты не торопись. Попозже, блядь, должна быть дома. Тихо, тихо. Не газуй, смотри, вот так делай. Я сейчас нагазую. Как говорится, от души. Я тебя научу йоги. Много. Расслабиться просто. Тихо, блядь. Ты-то меня на КВНе научил уже. Сколько? Короче, вы что сидите, как потерпевшие, ёпты? Именно так. Какое место они занимают в рейтинге вообще бойцов квалификации «Мадейн Раша». Вот скажи, какое место они занимают? Мне кажется, что это днище полное. А днище я слышу. В данной конфликтной ситуации я бы хотел разрешить вопрос в пользу Ивана. Дело в том, что Ивана все-таки пропагандируют более здоровый и активный образ жизни. А как же? Спортивный. Посмотрите, ребята, вот люди сидят, да, вот которые за здоровый образ жизни. Посмотрите, как они выглядят. Они высокие, крепкие, накаченные. Посмотрите, на этих алкашей посмотрите, да? Ну вот встаньте, встаньте для того, чтобы люди отсутствуют. Встаньте, дети, встаньте в круг. Давай. Кто за здоровый образ жизни, да? И кто в наоборот? Блядь. Не, ну пока... Была еще такая послойца, с которой я сказано по боксу. Она с юмором была, но правда маленькая в этом есть. Кто не курит и не пьет, тот не дышит и не бьет. Пьяных телок. Ну здорово, блядь. На балансе. Все на балансе. Поймите, апостол Павел ясно сказал, все мне позволить, а ничто не должно было обладать. Он перекрывает нашу историю. Не судите, не судимы будете. В первую очередь. Все в радость к людям должно быть. И он, Златоуст, ясно сказал. Вино нам дано Господом не для того, чтобы убиваться, а чтобы иногда веселиться во славу Божью. Во славу Божью... Ты Богом не прикрывайся, пожалуйста. А я не прикрываюсь. Я оттуда. Хорош, ребята. Зачем не прикрываться? Я там, я оттуда, мы сказали, что... Погодите. Так что, извините, ребят. Господи помилуй. Тихо, тихо. Хорош, молодцы. У меня есть вопросик один еще к Сане. Пока мы вас разбираем, да, мне просто есть моменты, которые хочется узнать. Ты разбирай по речи, я к тебе. Хорошо. Хочешь ко мне на коленочке садись? Какие коленочки? Сейчас сяду. Чтобы ты расслабилась уже, в конце концов. Монгол, иди садись ко мне на коленочке, малыш. Разбежал. Уж лучше он к тебе, чем ты к нему. Он к нему не на коленочке. Монголу мы вчера с ним споловались, ***. Кстати, дай я задам вопрос, побыть, чувак. Мне просто интересно, смешно. Давай, селуй вопрос задастся. Я разорву. Давай, давай. Саня, представь, короче, ты, ну, когда уже в октагоне будешь, стоять, понял? Ну, ты видел, какого он росточка? Ну, небольшой совсем пацанчик, да? Ну, кто его знает, там, может быть, дури столько, что... На базара нет, елки-палки. Ну, ты тоже крепкий пацанчик. Короче, представь. Это была самая дешевая рекламная интеграция новой матрицы, которую вы когда-либо видели. Если ты встанешь, ну, в позицию, да? Он с разбега просто, ну, вот так вот перебежит, короче, через свою триумфальную арку. Саря, а ты задим как это? Ну, может такое быть, конечно. Я ничего не говорю нахуй. Ну, ты как, готов к этому? Конечно, готов. Я как пионер. Всегда готов. Понимаешь? А, да молодец, красава. Молодец. Молодец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Серега! Та моя королева, матерь Страпонов, с детства растлённая, королева аналов и первых людей! Довольно! У нас закончились ресурсы, мне нужно содержать армию. Где мне взять денег? Вебкам пробовали? Не сбрили! Давайте позовём Вариса! ВАРИС! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это ещё кто? Я Варис, Ваше Величество, мастер над шептунами. Я чувствую. Скажи, где денег взять? Может, налоги поднять? Зачем же налоги, Ваше Величество? Ведь надо и о людях думать. Давайте лучше Алимбет! Что это? Народная компания Алимбет. Генеральный спонсор Epic Fighting Championship. Все спортивные события мира, высокие коэффициенты, на сайте и в лучшем мобильном приложении. Переходи по ссылке в закреплённом комментарии. Регистрируйся, активируй промокод эпик и получай бонус в две тысячи рублей. Полторы тысячи рублей ты получишь при регистрации, а ещё пятьсот рублей при первом депозите от тысячи рублей. Ладно, мини-халк, давай к тебе перейдём. Чё-то как по-моему, немножечко мы про тебя забыли. Просто тебя немного не видно за Стасом. Расскажи про свою спортивную составляющую, ну и вообще свою историю. Кто ты, как ты, откуда ты вообще, чем занимался, почему ты такой... И вообще, ещё вот сразу, после этого вопрос сразу ответь на второй. Это твоя финальная форма или ты когда злишься, становишься ещё больше и зеленеешь? Он вырастает так вот. Начни с истории, брат, начни с истории. А кстати, мини-халк, слышь, я вчера видел твой торс на тренировке, да, братан? И он бросил Олега. СМЕХ А, ты не любишь этот жест? Всё, я понял. Не-не, братан, всё, я понял, понял, понял. Я видел тебя вчера на тренировке, ну ты красавчик, конечно, вообще. Слушай, вот... Не, реально, пацаны, говорю, реально, да? Вот кубиков больше, чем у мини-халка я не видел ни у кого, да? А в моей игровой детской всегда много кубиков? А, в твоей, а в его? Давай, покажи, Халк, да, ты... Читаешь мои мысли. Как вы бухали, блин. Красавчик, не, ну реально достойно, достойно. Брат, а можно пробить? Ну, лёгонький. Пока вы спились. Лёгонький, да? Вот это всё. Я понял, короче, ты максимально удобный для меня противник. Погоди, Стас, смотри, я сажусь на карты, понял? Вообще удобно, я люблю просто сидеть. Сюда подойди, Бран, иди сюда, я тебя слегонца пробью, Бран. Смотри, снимай! Опа! Выдержал, красавчик. Ладно. Кому, мне снимать? Всем. Моя третья нога, она просто, понимаешь, она будет просто мешаться. Да я его пробью. Иришка хочет пробить, Иришка, иди пробей, конечно, родная. Нет, друзья, я смотрю на эти кубики, я говорю, что я, как человек, разбирающийся в кубиках, на животах других мужчин, да, я скажу вам так, что у него а**ные кубики. Пусть Иришка тебе пробит. Ну только аккуратно, пожалуйста, он ещё нам нужен живой. Иришка, 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 ты поняла, нам ещё ехать сегодня в сауну. С ним вместе, что ли? С тобой. Со мной не надо. Хорошо. Тогда снимем. Опа! Неплохо. Ну давай ещё разок. Ещё раз, Ири. Ваши аплодисменты, ребятки, поддержите. Поддержите, ребята. Ири, ещё раз. Ребята, вы молодцы. Это ты уже пробиваешь не по прессу. Всё. Хорош. Всё. Всё. Всё, Иришкин. Спасибо. Спасибо, роднулька. Что он убегает? Да он очкует просто. Очкует? Всё. Очкует? Присаживайся обратно на место и расскажи нам про свою историю. Откуда ты? Я хочу узнать. И людям расскажи про себя. Ну, брат, ну... Мне просто надо было разойтись. Тем более мужу сейчас жду, должен подъехать. Так что всё будет нормально. Всё будет тики-пики. Минихал, так что, расскажи немного о себе. О своей истории спорта, становлении и так далее. Главное, не кем ты был, а кем ты станешь. Потому что так нельзя вести вот. Да-да-да, правильно, как брат говорит. Это плохо. Занимайтесь спортом. Вот был я очень слабый, хрупкий. На тренировки ходил. Спасибо тренировкам Сергею Яркаеву. Потому что стал таким вот. Здоровый дух поддерживал. Нет, отдельное спасибо твоему тренеру. Сергею Яркаеву привет! И не ответил на вопрос. Расскажи про своего тренера, ну, естественно, вкратце. И про свой первый спортзал, да, вот этот спортзал, в котором ты как бы качал железо и вся хуйня. Ну, потому что, видите, мы как бы маленькие. Нам опасно жить бывает. Надо защищаться, развивать дух. Ага. Вот. Хорошо, что я понял это в жизни. И начал заниматься. Спасибо Сергею Яркаеву, что спортом занимался. Это был твой тренер. Первый. А чем ты занимался вообще? Это что, будет билдинг или что? Нет, бокс. Бои. А, бокс. Ну, вот это более понятно. Бокс. Вот бокс, вот знаешь... Потому что в жизни надо защищаться. Да. Вот для меня, когда говорят... От кого ты защищаешься, брат? Извини. Ну, вот от кого, посмотри. От тебя. От меня? Иди сюда. Нет. Вот от этой копоты, которая там сидит, вот он защищается. Если вы все еще не верите, что в следующем выпуске все эти персонажи будут реально рубиться в октагоне и разнесут друг другу хлебальники, то просто смотрите дальше. Вообще это не то, что это. Могол Шудан, мой любовник вообще, вы знаете об этом? Ты просто крой свой любовник. Ты любовникову понял? Все это поэтому... А вы, конечно, не гомосядин из вас выбьем. А ты чего? Вот это займите. Поэтому, ребята, вам пришел конец. Наконец-то нашелся человек, который из вас выбьет вот вашу вот эту вот... Гоповскую вот эту гопотон... Нет, ты гопников не трогай, брат. Все нормально. Это вал, блин. Ладно. Подожди, Олежа. Он мой ведущий со ведущего. Сядь. Сядь. Потому что везти. Газует, ты понял, брат, да? Он меня отплатил. Олег, аккуратно. Все, все, присядьте обратно. Все нормально. Олег, все, я понял, ты мозг. Давайте договоримся так, ребята. Давай договоримся так. Вы можете трогать друг друга, но ведущих не трогайте. Потому что... Можно я его потрогаю, б***ь? Иди, я тебя потрогаю, сука. Давай, потрогай его. Аккуратно только. Ласково, ласково его потрогай, брат. О, ой, 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 ой. Олег, Стас. Я не отелысого, и сегодня мы наблюдаем уникальное противососостояние. Петерам и... Олег, стоп. Отлично, да. Стас. Помогите, кстати. А приперите этого монстра от меня. Грубкие шкафы. Грубка падает. Грубка падает. Вот поэтому я и говорю, не трогайте ведущих, ребята. Стас. Родной мой друг. Роднуля, ты нам нужен живой. Давай не газуй. Стас, Олег, сяди на место. Все, ну угомонитесь в натуре, а? Ты в натуре давай уже что-нибудь другое гони. Может, ты вместо меня сядешь? А может, ты сядешь? Да я-то уже сижу, я присел нормально. Так иди, давай камеру определяй. А ты чего сядешь, а? Расгазовали с газотом. Ванна, давай все... Давай! Не боксуй нам. На серьезики сейчас. Ну, в общем, ребятки, я считаю, мы достаточно вкратце с вами познакомились. Еще раз Саша Бык и наш мини-халк. Давайте им поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь... Спасибо, ребята! Я надеюсь, вы покажете достойный красивый бой. Скайпо. Да, я тоже надеюсь. Ну, а прямо сейчас давайте будем дальше знакомиться с нашими героями. Стасик, тут что-то Иришка на меня мощно газует. Давай-ка ты переключись на нее, там, пару вопросиков ей там закинь. Давай, ты знаешь, что женщина это мой профиль. Да, брат, это твой конек, я знаю. Женщина и мартини это моя атмосфера. Базаришь, брат? Да. Ириша, вот говорят, что ты борешься с детским алкоголизмом. А вот мне говорят, что ты борешься с алкоголизмом. Женский! А у тебя мужской, нахрен. А вот когда ты почувствовала, что можешь изменить мир? А ты как почувствовала, нахрен? Я понял, что ты меня хочешь, сука. Кто, я тебя? Да. А ты мне нахрен телепузик не обосрался. Телепузик, брат! Телепузиков назвал. Телепузик. Это так мило, брат. Это так мило. Это моя кличка поняла на районе телепузиков. Тебя можно на двоих разрубить. И на двоих поделить. Иришка, будешь отвечать или нет? Я тебе ответила. Что, что я телепузик? Это не ответ, это факт. Это не ответ. А ты заткни еблого, все бери гитару, иди мешай. Все б***ю гитару. Слушай, подожди, вот все знают, что я телепузик. Ага. Кого ты... Ты вот скажи конкретно от себя. Тебе вопрос задали. Ты борешься с женским алкоголизмом, но... Она борется с детским алкоголизмом, а пропагандирует женский. Но при этом ты, сука, пропагандируешь женский алкоголизм. А ты кобель. А ты сука. А ты кобель. А я кобель, а ты сука. Ты слышишь? Так, ладно, все с тобой понятно. Сиди короче, будешь драться. Ладно. Да пошла ты сама она. Пошла сама она, б***ь. Давайте угомонимся чуть-чуть. А ты рот закрой. Сегодня, к сожалению, нет твоей оппонентши с кем б***я. Сейчас выйдет, б***ь, берковать и об***ть. С кем хочу, с ним общаюсь. Чему еб***ть? Пусть отожрал, б***ь, сидит батует, б***ь. Пошла ты на***ь. Да на***ь-то я пойду, у меня до***ь я х***у. Веришь, нет, б***ь. Не тот х***, который мне по размеру. Ладно, давайте немножечко выдохнем. Немножечко выдохнем, а то мы до завтра не доживем. Все с кайфом. Давайте на позитиве, на волне такой, на добренькой. Иришки, мы же с тобой давно уже дружим, да, друзья? Давай наизим. Да, все с кайфом. Давай я такой, знаешь, нормальный вопрос тебе задам. Я тебя с руку сломаю. Да сломаешь мне хоть что. Давай попозже, только на ответ мне. Ну, вопрос на... Ам-нам-нам-нам-нам. Ам-нам-нам-нам. Я, кстати, хорошо работаю этими делами всеми. Скажи, вот ты сейчас приехала в Москву, есть какие-то вообще, ну, в мыслях какие-то перспективы? Может тебе надо куда-то поступить в какое-нибудь учреждение? Вы давай... Конечно, в твою учреждение мне надо поступить про мяснок. СМЕХ Угораешь! Молодец. СМЕХ Сяма, ну ты в натуре, ты чё больной что ли, на м***? Мы куда приехали уехать? А есть образование вообще? Да, есть. Какое? Какое? Две коровы о церковном приходском скрыве. И образование, а две коровы, б***ь. Не, ну серьезно, я себя называю. Кого ты *** слушаешь? Это лошничий тот. У него самого 8 классов *** всего, больше ничего нету. Я вообще-то борец тут говорить. Я сюда поступать ничего не собираюсь. У меня своя есть. У меня есть черногурство. Так, слушай. Что у нас бьется? Иди, скажи ей. Я ей дома потушуюсь. Ты иди, скажи, ты кто такая вообще тут сявкаешь? Она дома шурканется. Белый, иди, скажи ей. Удиви ее нахуй. Я в гости больше не берется. Он ее боится, боится, боится. А, ты бьешься сегодня, ты бьешься? Нет? Ну ладно, ты иди, скажи ей. Да все нормально. Кто она такая? Она откуда вообще с какой фермы приедет? Ты к чему не нахуй? Эй, плетки нас заводят, сейчас ноги как дам. Алло, Иришка. Я так понял, что ты идешь с мини-халгом на свидание? Угу, сейчас. Он позволит ей стать красивой, здоровой и симпатичной женщиной. Наконец-то. Вы увидите, как симпатична, когда Саня быка была. Вот тебе на вид сколько? Лет 150 или сколько? Тебе же на самом деле 26 вроде, да? Ещё 42. 27. Ну вот тем более, а выглядишь на все 100. Ришка, ты газуешь там, где не надо? Вот сейчас тут вылок газа. Ира, 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 он сказал, что ты старая, тебе 42 года. Ты рот, закройлый такой. Подойди, пиздани ему нахуй. Слышишь? А мне очень нравится, как Сас пострекает, как он сказал. Я за тебя-то что газуешь? Я не вижу, бля. Ты на меня газуешь, а ты на меня газуешь. Ира, тебе 22 года, он сказал, что тебе 42. Иди, ёбни его нахуй. Я сейчас вам ёбну нахуй. А ты рот закрой, пока тебе в очко не дала, нахуй. А ты вообще, слышишь? А ты знаешь, что Мини Халк хочет закодировать Саню быка? Ты знаешь об этом? Да мне похуй на твою... Саню быка, блядь. На, нахуй, Саню. Ребят, на самом деле, женский алкоголизм никогда не излечим. Это болезнь, которая прогрессирует каждое человечество. И я думаю, что с данным... Сразу видно, что есть какая-то агрессия в этом организме. И видно, что душа просто просится в бой. А это означает только одно, что это болезнь, болезнь, которая никогда не подаётся никакому анцетусу. Всё вылечим. Сейчас будет подарок для Сани быка. Твой кореш хочет загипнотизировать Саню быка. Так, друзья, давайте аплодисментами встретим нашего гипнотизёра. Гипнотизёр Стас Малахов. Профессионально кодирует алкоголиков. Сегодня проверим, кто сильнее. Он или хакасский самогон. Здорово, а ты такой наряженный, вообще нарядный пацанчик. Мы тебя приветствуем. Знакомься, это Саня бык. Наряженный, наряженный. Твой клиент. Особенно меня загипнотизировали. Саня, да, здорово. Посмотри на меня. Спать, спать, спать. Глубже, глубже. У тебя полностью... А то всё. Макушки головы до кончиков пальцев. Рука, ног полная. Расслабляем. Расслабляешься. Раз, два, три. Открываем глаза. Открываем глаза. Нихеряйся. Он что, в натуре возьмёт? Да ну нахер. Да не может быть. Вот так вот будем. Одним челчком проблемы. Меня не надо. Окей. А что за цель, что? Ты что, в натуре вырубанул? Давай ты это, быстро услышим. Ты рубанулся или не быстро встал? Он себя прийти не может? Не рубанул, но я как бы оклемался. Слушай, а повтори с ним ещё раз. Ну-ка ещё раз сделай. Давай на тебе лучше, а? Может, тогда проверим? На мне? Да. Да почему нет? А что такое? Нет, давайте нам... А вот на Иришке. Ну давай. На Иришке давай, брат. Там бесполезно. Там бесполезно? Там бесполезно, да. Иру! 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 Давайте её загипнотизируем. Хотя бы спокойствие будет на площадке. Братан, пожалуйста. От души. От души для меня. Давай загипнотизируем. Мы её отнесём в сауну. Давай, брат. А мы её потом... Ну, сам понимаешь. Давай. Да нет, она... Смотри, она... Мне кажется, она не потаётся. Если ты сделаешь, то ты сделаешь. Ну, пьяных... Не получится, да? А ты чё, потому что он трезвый? Ну, он потрезвее будет. А, типа от пьяных не кодируем, да? Походу... Пасть, 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 пасть. Походу, бык завис вообще. Ну, вот видите. Тело полностью расслаблено от макушки головы до кончика... Компьютер выключили, всё. Смотри, он в натуре, он как пинка отключается. Открываем глаза. Скорую давайте вызовем уже. Открываем. Брат, что происходит? Ты в натуре? Чё? Ну, в крышах не поедешь? Заберём у него суперсилу? Понятно. Вот так вот проблемы надо решать. Одним махом. Они вот как бы... Два на пицце. Ребята, теперь тебе вопрос. Ты на ринг вместе с ним будешь выходить, чтобы гасить Саню быка? Это просто... С аектагоном буду. Я это буду гасить Саню быка. Ему нужна только сила духа и боевая мощь. Не, села, села, села. Просто показал, и всё. Мне кажется, Саня бык... Зачем болтать-то? Надо сделать. Саня, так... Подождите, вы понимаете, где вы находитесь? Подожди! Подожди, блядь! Саня! Саня! О, брая, блядь! Ожил, ожил, блядь! Ожил! Слава богу! Ожил, блядь! Ожил, все. Все, ожил, ожил, ожил. Нормально. Гипнотизер, родник, давай мы тебе еще посмем раз руку. Позьми своему... Я боюсь вам... ...человечку. Опа! А он-то при чем? Спать, спать, спать. Тихо, спать, спать, спать. Тихо, тихо, тихо. Все хорошо, ребят. Все, угомонимся. Тихо, тихо. Все, дура, что ли? А что вы, блядь? Все, брат, от души, извини, что такое... Ну, тут, видишь, такой кипиш происходит. Все, давайте все на места. Нормально. Я потом воспользуюсь вашими способностями. Ребятки! Он-то вообще при чем? Давайте проведем первый стардаут наконец-то. Или уходить со сцены. Уходи, брат, уходи, лучше уходи. Сядь там на краю и сиди. Лучше не уходи, лучше беги. Чем дальше лучше. Стасмачек, брат, давай, короче, сделаем стардаут, брат. Мне кажется, уже пора сделать стардаут. Ты знаешь, что такое стардаут? Нет. Не знаешь? Сейчас узнаешь. Делаем стардаут наш первый, ребятки. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Стардаут, брат, это примерно... Сейчас ты увидишь, что такое. Наш дорогой мини-халк. Давай, вставай вот сюда, в центр. Саша, оклемался немножечко? Да, конечно. Давай, роднуля. Вставай. Вдруг напротив друга. Так. Максимальное напряжение в глазах и во взгляде, ребятки. Вы друг друга должны схавать. Он кореглазый тоже, как и я. Да? Да. Ребята, где ваша поддержка? Давайте поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Эпик пипл, ставьте видосик на паузу и бегом подписываться на официальную страницу Инстаграм Эпик Файтинг. Самые последние новости лиги, анонсы вас ждут прямо там. Бегом подпишись. Ни для кого не секрет, что в нынешнее время количество подписчиков, лайков, просмотров и комментариев является важнейшей частью ведения социальных сетей. Если ты начинающий блогер и у тебя собственный интернет-магазин, группа в Инстаграме, может, вы персональный тренер, ну или мастер по маникюру. Чтобы отличаться и быть лучше своих конкурентов, вам необходимо грамотно развивать свою страницу. ТОПМЕДИА.РУ – лучший сайт для продвижения вашего Инстаграма и других социальных сетей. Поможет вам быстро, качественно и с гарантией раскрутить свой аккаунт. Увеличь себе количество подписчиков и стань, наконец, лидером мнений в своем окружении. А сейчас мы переходим к следующей паре. И следующая пара, ребятки, это Рашин Тайсон. Ваши аплодисменты. Против Дани Белого. Ваши аплодисменты Дани Белому. Даня Белый. Тату-мастер и пичнейший фрик битвы за хайп. И главный вампир нашей лиги. Набивает татуировки и лица своих соперников. Получил жесткого леща от пельменя на битве за хайп. И стал газовать на соперников полегче. Друзья, вчера пообщался с Дани Белым. Короче, это зверь. Он сказал, что он будет просто лизать кровь с ринга этого человека. Белый? Ты что, лизать любишь? Ну, лизать он любит по-любому. Но он мне сказал, я... Надо просто с Иришкой познакомить, братан. Блядь, у Иришки отлижет. Знаешь, я бы у Иришки лизать бы это самое. Только за бабки нахуй. Ладно. Короче, братик, на самом деле, знаете что? Я, если честно, не знаю, как бы... С чего, в какой момент у вас зародилась какая-то вражда. И, в принципе, с вами сегодня только впервые вижу. Хотелось бы с вами познакомиться. Тайсон, давай начнем с тебя, брат. Тафор войны поднял не я. А кто? Ну, расскажи, как все началось. Оппонент. Расскажи, как все началось, пожалуйста. Очень мне интересно самому. Легко. Что за лоботня? Мне все в дети годятся. Как можно папе говорить, да? То, что после боя мне половой член наколет на вторую сторону лица, бля. Это он тебе такое сказал? Да? Я в *** говорю, что говорю, бля. Нихера себе. И тут, бля, я говорю, меня злить не надо. Не буди лихо, пока тихо. Брата, Стасик. Что делает отец со своими детьми, если любит? Наказует, правильно? Буду наказывать, жестко наказывать. Поставлю, бля. Все, мы поняли, брат. Ставит хераси. Ясно. Стасик. Мне кажется, надо спросить. Я первый, не начинаю. Спроси с него. Не, ну, белый, понимаешь, белый. Я заканчиваю. Подожди, я понял, братан. Ты там, да, ты там в Прибалтике всех порвал, я понял, да. Без комментариев. Стас, спроси с белого, потому что человек, походу, пацанчик попутал. Даня Белый, Даня Белый, вот как ты относишься к своим соперникам? Вот вчера ты мне сказал такую вещь, что ты всех их будешь убивать. А вот сейчас скажи, вот, может быть, ты мне спиздел, а вот людям ты не спиздишь. Ну, на самом деле, блин, когда я увидел его вживую, первый раз сегодня было, я думал, он немножко росточком пониже. Потому что я... Ну, на фотографии он пониже, да. Я думал, что он примерно вот такой вот, и типа ему особо недалеко вот до Сюдова. Да. А он ни хрена себе. Он, кстати, ему даже не надо будет на колено. А мне х** ты, парень. То есть ты его в прыжке как бы в рот и х**ишь. Да, да. Правильно? Так делает, да. А это камень в наш огород или... Нет, камень в огород этого... Слушай, нет, ты реально как бы, ну, хотел ему х** нарисовать на... Так он ему х** вставит в рот, понимаешь? Я рисовал индивидуальный эскиз, это вообще авторская работа, это должно быть круто. Да? Да. Моя авторская работа, это левый коронный, правый похоронный, блядь. Вот это красавчик, давайте поаплодируем. Вот это по факту, это по сути, да? Можно я скажу одну вещь, да? Вот одну вещь скажу, да? Я не знаю, может быть, ее вырежут. Вот этот человек, вот этот человек, я его знаю очень давно. С кем он только не бился, блядь. А бился он реально всю жизнь, блядь. Я объявил войну бесам, чертям. Он сумасшедший, Белый, он реально сумасшедший. Белый, если ты любишь кровь и кости, он любит убивать. Я не провоцирую, Белый, но я его знаю очень давно. Я знаю, что это монстр, который в Прибалтике, он просто такие вещи творил. И вся Европа просто сейчас сидит на бутылках нахуй после его видео. Потому что они поняли, что они говно. Они типа его фанатами стали. Брат, что ты на это ответишь? Да. Я вижу, что он сумасшедший, да, но хорошо, что я нормальный. Он полностью сумасшедший, ты понимаешь? Подожди, стой, у тебя есть уже тактика противостояния против него? Расскажи про нее, как ты его будешь хавать? Белый, я тебе скажу так, я не провокатор, отвечаю. Я вообще не ангажирован. Я не ангажирован, братан. Но я скажу, вот этого человека, он реально убийца. Я видел, как он сидел против зэков, против реальных матерых уголовников. И они просто пиздили друг друга по роже. Один ударит другому, другой другой. Я не знаю, как это называется. Долбоебизм. Да, долбоебизм, да. Но они это делали в камере. Что ты на это скажешь, Белый? Я понимаю, что ты модный чувак. Ты реально модный. Ты весь такой на пирсинге, на наколах. Но, братан, это реальные пацаны, это тюрьма, братан. Это война. А война страшное дело, блядь. На войне они спрашивают ни твою фамилию, блядь. Ни твои наколки, блядь. А где вы служили? Расскажите, пожалуйста. Замолчи я. Замерите у него микрофон вообще. Я служил где? Дай мне микрофон. Расскажите, пожалуйста. Я являюсь чемпионом Ленинградского военного округа. Очень грозно. Какого округа? Ленинградского военного округа. Нет, нет. 1996 год. Я провел три боя. В финале я встречался с мастером спорта России, левшой. А мы сейчас говорим про вооруженные силы? Да. Вооруженные силы России, да. Ко мне подошел майор и говорит, зачем тебе этот бой? Не надо. Я был весь разбит после двух боев. Потому что я неправильно построил тактику. Мой тренер покойный, Владимир Николаевич Кушнир, тренер сборной Советского Союза, был консультантом на Куме. На СССР он тренировал 10 лет. Один из лучших тренеров мира. А он мне все передал. Он после первого боя сказал, Дима, нахер, ему стыдно он ушел. Что дальше? Стоп, что дальше было? Не перебивать? Я говорю, что дальше было? Был второй бой, был что соперник сильнее? Я пробил там. Короче, нокдаун и все, закончил. Я ПФ в третьем. В финале я был весь разбит, руки все разбиты полностью. Меня говорят, нахер. Я говорю, а я буду траться, я сказал. Я буду биться. Знаешь, за что? Сори. За свободу, да? За свободу? За свободу. Подожди, иначе я приехал в спортроту, да? Я приехал заниматься боксом, а не служить в армии в спортроте, да? Мне морскую пехоту, дача, стоп. Бой был страшный. Я по нокдауну, по нокдауну, я бой выиграл, я бил как мог. Ко мне подошел генерал после боя, да? И сказал, спасибо. У тебя очень хорошая дна и Глория. У меня к тебе конкретный вопрос. Можешь сказать, вот ты только что сказал, что у тебя была какая-то неправильно построенная тактика, в этот раз у тебя тактика есть, построенная, грамотная? Тактика? Да, которую ты будешь укладывать Белого спать. Шоу-тайм! Шоу-тайм? Хлеба и зрелищ. Даня, у тебя-то какая тактика, ты так и не сказал? Бля, убивать, просто убивать. Убивать руками, ногами, глазами, взглядом, чем? Всем. Всем? Языком, да, я его залежу. Белый, скажи, пожалуйста, а ты в армии служил? Извор! Яркий представитель бесконтактного боя. Но почему-то с контактных боев в эпик-файтинге слился. Ты не служил? Скажи, пожалуйста, второй вопрос. А когда ты хочешь справиться вот с этим монстром, которого я поддерживаю, вообще какая у тебя тактика? Ты вообще будешь пирсинг твой снимать перед боем или нет? Да, но пирсу по полевому придется снять. Вот, а по поводу тактики, да фиг знает, как пойдет. А зубов не жалко, брат, у тебя? Таких кап, по-моему, нету, чтобы твои зубы сохранить. Я надеюсь, все нормально будет. Блядь, этот пирсик мы можем вот так вот выкинуть просто. И весь пирсик нахер. Ладно, ребят, походу. Стас, давай стардаут обеем. Да, стардаут, да, смотри. Меня просто удивляет. Вот смотри, вот когда он что-то говорит или встает, там женщины просто визжат. Да, они кайфуют, брат. Они кайфуют. Мне кажется, это нормально. Это нормально. Мне кажется, этот человек вообще просто монстр среди женщин. Да, да. Так, давай стардаут. Он 100% арестов. Стардаут, давай. Давайте, вставайте, ребят, друг напротив друга. Давайте под ваши аплодисменты, ребятки. Пау, 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 пау. Итак, давайте поближе друг к другу. Еще раз ваши аплодисменты. Рашин Тайсон и Даня Белый. Ваши аплодисменты. Все, давайте поаплодируем нашим бойцам. Вау, мальчики, проходите. Я скоро вас позову. Ну что, парни, готовы стать знаменитыми? Да. Тогда приступим. В топ-медиа.ру. Лучший сайт для безопасного продвижения вашего инстаграма и других социальных сетей. Добавляйте активности на свой аккаунт за пару кликов. Увеличивайте любые показатели в социальных сетях быстро, качественно и с гарантией. В топ-медиа.ру – это реальные профили, живая аудитория России и СНГ. Бесплатные подписчики и лайки каждому новому пользователю только на втоп-медиа.ру. Переходите по ссылке в описании и выводите ваш аккаунт в топ. Ну что, мальчики, я удовлетворила ваши желания? Да, да, да. А в топ-медиа удовлетворит еще больше. Короче, Стасик, это, конечно, все прикольно и весело. Я знаешь, что сейчас предлагаю? Я предлагаю конкретно приколоться. И сегодня здесь в студии есть крутейший гость, про которого ни я, ни ты не знал. Но мне только что сообщили, его зовут Изгор. Понял? Этот человек... Он Изгор? Я не знаю, мы сейчас с ним познакомимся. Это человек, который обладает техникой бесконтактного боя. И он готов... Бесконтактного? Бесконтактного боя. Он сумасшедший? Он лютый. Он лютый, реально? Он максимально лютейший поц. И он сейчас выйдет и покажет нам показательное выступление. Ну а мы все приколимся, чисто понял, расслабимся. Давай, он реально сумасшедший, реально. Итак, друзья, я предлагаю нам вместе с вами под аплодисменты встретить нашего специально приглашенного гостя Изгор, который нам покажет свое, ну, такое показательное выступление бестактного боя. Бестактильного, ну, короче, типа того. Бесконтактного боя. Бесконтактного боя в натуре. Встречайте, Избора! Ну, вообще-то я так скажу. Бесконтактного боя не бывает, потому что бесконтактный бой, это называется слово бес, это демоны, бесовской бой. Поэтому самый лучший бесконтактный бой, это когда ты не даешь контакта до себя дотронуться. Когда ты уворачиваешься от всех ударов и поражаешь свой противник. Вот это называется бесконтактный бой. Бесконтактный бой я не верю. И никому, как бы, не советую верить вот в эту ересь. Вот такие вещи скажу. Самое лучшее, самое лучшее, это два прямых в бороду. А все, что вы видите на Ютьюбе, это все лицемерие и вранье. Фуфла, что ли? Да. Вообще? Вообще. Ничего даже к глазам нельзя верить. Ну, а можно как-то это изобрать? Ребятки, может кто-то, если, ну, кому кайф проверить, как бы? Кому кайф получить? Бесконтактный бой. О, Олежек, давай, под ваши аплодисменты. Ну, давай вот так. Я бесконтактно не работаю. О! Я надеюсь, вы это вырежете, ладно? Лишка, ты огонь вообще. Вырежете или нет? Конечно, вырежете. Да хотя я просто ударил. Не надо было вот так. Не надо, не надо. Не надо. Вообще бесконтактного боя не бывает, а бывает только контакт. Вот, монгол, я тебя бить не хочу. Честное слово. Зачем меня бить? Надо его бить. Если ты хочешь меня ударить, надо попробовать. Просто продемонстрировать, как уходить правильно. Попробуй, да. Разрешаешь? Да. Давай, Олежа. Попробуем, да? Да, зубра. Как дела? Нормально? Охуенно. Да, давай, держись. Так, ладно, сохраним, сохраним нашему Олежечку. Олег, давай, держи кардан. Ощущение, чувство как? Держи кардан. Четко он сработал? Я сказал, дисконтактный, но как-то контакт получился. Давайте поаплодируем и сбору, ребятки. Спасибо большое, спасибо. Нормально. Ну что, переходим к боям. Два на два. И приглашаем в студию Спирина Михаила и Блохина Олега. Под ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спирин Михаил и Олег Блохин. Мастера не бесконтактного боя. Герои эпичной битвы в уникальном формате 2 на 2. Они проложили путь на этот легендарный турнир с сотнями жесточайших заруб. АПЛОДИСМЕНТЫ Неплохие такие диванчики. Ну и их соперники Супьян Жабраилов и Салам Рабаданов. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ Салам Рабаданов и Супьян Жабраилов. Бойцы из берегов Каспия заявляют, что приехали сюда уничтожать любого на своем пути. И неважно, по каким правилам. Ну что я могу сказать? Я могу сказать, что пацаны такие вообще, ну, блин. Опасные, серьезные. Знаешь, они серьезные, да. Я бы даже сказал, что они вот чем-то друг на друга похожи, да. То есть вот эти бои 2 на 2, да. Вот, то есть, ну, такой чистой воды мордобой, да. Лютый. Лютый. У меня вызывает некоторый такой, знаешь, ну, опаску и трепет, да. То есть вот чуваки, которые дерутся вот в этом стиле, мне кажется, они полные отморозки, придурки и подонки. То есть, ну, я не знаю, как еще обозвать. Вот давайте, пацаны, пацаны. Не, ну, может быть, они не подонки, но, мне кажется, знаешь, Слава, они вот, ну, а короче, отморозки. Отморозки, наверное, да. Ну что, ребятки, во-первых, мы рады вас приветствовать здесь. И я вас лично от себя и от Стаса поздравляю, что вы будете первооткрывателями этого формата боя 2 на 2. Как вообще ощущения? С какими эмоциями вы сюда заходили? Что чувствуете? Давайте с вас начнем, парни. Слава, давай уже кого-нибудь поздравим и похлопаем. Мы тебя поздравим, роднуля, давай. Роднуля, мы тебя поздравим, что ты сегодня едешь со мной в сауну, ***. А, сейчас. Давайте, ребятки. Да, давайте, пацаны. Давай о парнях, все. Парни, давай, говорите, не молчите. Во-первых, хочется сказать спасибо организаторам, что дали такой шанс проявить себя. Хочется также, наверное, поделиться. Единственное, чем то, что я рад, то, что напротив нас сидят спортсмены, это, во-первых, а не шоумены, не фрик, там, бой и так далее. Бля, как скучно. Пока смерть не разлучит вас. Ты видишь, он даже смеется над твоими словами. Понимаешь, для него, то, что мы, нам кажется, это высшей мерой, вообще чудовищной. Короче, беспредельщики, получается, да? Беспредельщики полные. А этот еще и справился. А я думал, это мы с тобой... А позвольте я с этим вопрос... Голошеному гостю, мастера бесконтактного боя. А можете... А можешь ты вообще, ну, немножечко оффнуть, как бы свое вот это, потому что, ну, все-таки мы здесь ведущие. Стас, давай его вообще выкинем куда-нибудь просто. Давайте Стаса, блядь. Давай его просто... Бой, блядь. Брат, дай сюда микрофон. Слишком много баз... Давайте партаж и аплодисменты, брат. Давай, 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 просто... Тихо, 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 тихо. Давай просто выкинем его, брат. Я тебя, что, блядь, выкину? Давай выкинь, блядь, серьезно? Вон, прямо туда. Ладно, ладно. Успокоилась? Не смотри, что мы маленькие. Не смотри, что они маленькие, они тебя закусают. Главный микрофон я забрал. Они тебя за ноги закусают, понял? Короче, все, давайте сделаем стартауту и с ребятами, да? А, стартаут, да, я понял, все. Да, стартаут сделаем. Так, чуть-чуть. Держи дистанцию. О, началось бы! Держи дистанцию, я тебе говорю. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Охрана! Охрана! Охрану давай! Где охрана? Все, 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 я контролирую, дружище. Нормально, давай. Спокойно, спокойно, парни. Завтра покажешь. Спокойно, завтра будет все. Завтра я тебя... Че таскал? Охрана! Я попрошу вас, как ведущий. Я спрошу тебя завтра за стола. Давай, давай, смотри. Это, мне кажется, плохо все закончится. Ну что, друзья, мы продолжаем наш промоушен эпик файтинг и переходим на, на самом деле, как говорится, к истинному моменту, главному бою. Давай объявим наших ребят. А, давай. Олег Монгол. И руки-базуки. Под ваши аплодисменты, ребята. Слава, ты за кого болеешь? Я вообще же... Ты вообще не болеешь, да? Я не болею, но... Ты привитый, да? Я... Нет, кстати, я не привитый. Не привитый? Не, брат, я не привитый. Сука, значит, ты болеешь. Смотри, там, что происходит. Сема! Это что было? Это был прикол, Бэй. На хуй в рост. Это что такое было вообще, братик? Он что сделал? Он штаны снял? Да, штаны снимал. Садился. Я даже не знал, что такое будет. Точно не знал. Точно не знал. Не знал, не знал. Он что, он тебе в оч... Ё-моё. Брат, ты там как вообще? Это что было, брат? Сними, слышишь, что? Слушай, это твой пацанчик был. Это же... Слушай, это твой пацанчик был? Просто... Хотел... Подгон сделал? Подогнать ему. Да, подгон такой небольшой. Сюрприз. Сюрприз такой. Очко ты ему подарил. Человек-же называется. Базуки. А можно это очко уже засчитать в его пользу? Да легко. Судьи, засчитайте это очко в пользу руки-базуки. Олег... Базуки, смотри. Вот он тебе сделал такое дерьмо, да? Ты знаешь, что он тебя опустил практически. Максимально, брат. Максимально опустил. То есть он подослал... Нет, погоди, стой. Смотри, смотри. Опущенный человек, это тот, кто бомжи не умеет зарабатывать финансы. И которым бабы не дают. Бабы не дают. Это разговор в пользу бедных. У меня в жизни... Мы все видели, что к тебе подошел мужик и показал тебе жопу в трусах. Ну, я отодвинулся, и что? Ага. Вот. Факт, что он тебя пернул прямо под нос. А он пернул еще? Я просто видел и отошел, и все как бы. Я не прислушался, не успел. Не, ну мне базука, базука, да, мне всегда нравился своей, знаешь, своим хладнокровием, да? То есть вот руки базуки, мне кажется, человек вообще самый хладнокровный в мире. Да, потому что он терпит дохуя боли, у него болят руки, он там дрочить не может и все такое. Не дают, не дают. Да, но проблема в том, что сейчас был реальный, зоновский такой, ну, то есть тебя реально опустили, базука. Ну, как, не опустили мне, что? Тебя опустил человек, прям в глазах. Человек в кожаной шляпе. Базука, я не провоцирую, я не в коем случае, я не провоцирую твоего промоутера, который стоит напряженный, хочет всех у**ать. Он это может сделать, я его знаю. Я просто тебе говорю, тебя сейчас реально опустили, братан. А в чем опустили? Тебя опустили на всю Россию, братан. А ты не опущенный? Тебе очко показали. Нет, погоди, вот ты, погоди, ты вот говоришь вещи. Я не хочу никого обидеть. А что ты тогда прямо это, ну, говоришь? Хорошо, ты хочешь сказать, что я опущен? Но ты видел, что передо мной какой-то чел снимал трусы, б***ь? Снимал штаны. Нет, погоди, стой. Слышишь, что? Давайте, короче, братаны, цапаться не будем, короче, давайте между собой потом... А что мне цапаться? Давай, на слабостре, давай, все. Я базуку, базуку уважаю, я говорю, он самый хладнокровный человек. А что ты, б***ь, б***ь, сейчас его реально опустили. Если бы ко мне пришел мужик и снял передо мной штаны, я бы сделал все, чтобы его найти, догнать ее, б***ь. Ты снял? Он мне нужен, он снял, и снял, и он мне нужен. Монгол, по спорту. Давай по спорту пробежимся. Ты же понимаешь, что базука тебя после этого просто сожрет. Он тебя схавает, брат. Замучается, правда? А ты знаешь, что базука, он полный отморозок. Ты знаешь, что он испытывает каждодневные боли, пусть испытывает, от меня еще больше будет испытывать болей. В натуре, обещаешь? Сто процентов. Окей. У вас уже же был бой, да? Да. Это, получается, у вас реванш будет? Не, Монгол, Монгол, ты, б***ь, на себя берешь. Монгол, ты, б***ь, на себя берешь. Давай, Сява, хорошая, ты тяпка, ты будешь, быстрее. Давай вопросы задавай. Ты, б***ь, сейчас человеку зоновскую, ты вообще оттупляйся, он тебя просто съест на ринге. Да, ты что пробуй? Да тебя бы не съест. Я боюсь, что его промоутер съест нас всех, б***ь, а его промоутер известный боец. Я, он, кошка, вообще здесь сижу, б***ь, мясо. Я думаю, что Монгол, б***ь, порвет руки базуки. Просто сходу. У меня команда есть такая, что... Сходу. Я думаю, сразу же. Я, один, вообще, не знаю, ребят, на самом деле, да, что касается моего мнения, да, Передам вот свою энергию. Мне кажется, это будет, ну, я, как бы, мне кажется, вот сейчас произошла некрасивая ситуация, мне неудобно в ней участвовать. Вышел какой-то, вышел какой-то мужик и снял трусы. Ну, и что он вышел и снял, все, ушел. Еще первый ушел, что его. Еще первый поднос. Вот, красавчик. Брат, руки базуки. Да, я слушаю. С тобой кто-то пришел? Давай, короче, резать, ты тоже, брая, не тупи. Да, мои друзья пришли. Мои друзья? Я знаю, что... Да, нахер, я, б***ь, мне поднял тренировку по плану, б***ь, что, б***ь, надо что-то поделать. Александр Песку, давайте мы его встретим аплодисментами. Где этот человек? Там не нормально. Бля. Я перерываю. Я уже заебал искусств сидеть. Все, я хочу спиться за руки базуки, за Кирилла, потому что он самый сексуальный из этой аудитории. Александра Пескун. Парнозвезда. Снималась руками-базуками. Готовясь к бою, под чутким контролем Кирилла сидела на белковой диете. Отлично работает снизу, сверху и даже без соперника. Слабое место частенько отдает спину. Пришла за головой Гогена Солнцева и жалеет, что у нас тут диван, а не его лицо. Александр Песков, я думал, это мы... Пескун, б***ь, запомни себе на ум, на чеши. Александра Пескун. Александра Пескун. Саша Пескун. Саша Пескун. Давай. Скажи, пожалуйста, а как ты помогаешь своему другу? Я валяю. Прекрасно, вот так помогаю. Она его лишает. А еще морально помогаю, потому что я очень умная. Да? У меня два высших образования, медицинское одно из них. Мы видим, прекрасные два высших образования. Олег, вот после вашего реванша, да, прошло уже много воды, утекло. В глазуке считаю, жруки так не ложишься. Как ты думаешь, он подтянулся в плане спорта? Или он все-таки, ну, на том же уровне, или он выше стал уровнем? Какой был дрищ, такой остался дрищ. А ты подтянулся по спорту? Еще как. Я просто приеду как кодкома по полной программе. Да? Да. То есть ты прям усердно тренировался и готовился к бою? Не один месяц, тем более. Не один месяц. Кирюха? Да. Кирюха, брат, ты-то как-то подготавливался вообще? Смотри, на самом деле, вот смотри, в чем моя проблема. У меня каждая рука весит по 2 килограмма. Сколько мне боев предлагают, понятно? Я сюда прихожу, понимаю для чего. Хоть кто-то бы сказал, давайте я навешу 2 килограмма и найдете мне равного соперника. Все сливаются, не хотят, потому что знают, что могут плачевно все закончиться. Я не занимаюсь, я кайфую, отдыхаю, мне плачевно все. Я в жизни обеспечен. Мне не надо работать, ни хуй, ни делать еще. Все, вот 25 лет. Ну да, ну да, деньги, деньги, блядь. Умру, но с деньгами, но зато ни хуй, работать не буду. Хуй, блядь. Я работу не поддерживаю. Саня! Я тебя понял. Все, факт есть факт. Подожди, ты говоришь, что есть 2 килограмма, да? Волнение, конечно, всегда есть, но я понимаю, что я не умру, ничего. Я после боя пойду, так же трах и баба буду кайфовать и расслаблю организм. А, Кирилл? Я трое суток не спрашиваю. Кирилл, ты знаешь, что, 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 Кирилл, вот это 2 килограмма, да? Закрылись, ты, блядь. Подожди, а если я возьму 2 килограмма? Он тебя ненавидит, что он полностью... Пусть, ну, пусть делает все, что... Так, а не факт, что ты уйдешь на своих ногах. Отчего ты в грех не сливаешь? Мне их не хватит того, чтобы у тебя есть, чтобы уничтожить печисть. Ты понимаешь, что твой бог Кирюша пришел скоро пить. Ну, конечно, я бы вот дал всю публику, такую хуйню ему не устраивало. Прямо сейчас в этой студии он готов оседлать любого. Нет, ты знаешь, базуку вот надо проверить на адекватность. Знаете почему? Потому что вчера, когда я его увидел, он мне говорит, что я в депрессии. Да? Нет, по крайней мере, я адекватный человек. Я не говорю ни на кого не быкую, ты быкуешь на всех. То, что я кайфую, да, двое суток не сплю и так далее, у меня вот такие глаза, да. Я люблю расслабляться, кайфовать. Начали на расслабоне там вся хуйня. Вот, все. Братан, ну я тебе говорю, я тебя вчера увидел, и мне показалось, что ты еб*** на всю голову. А, б***, ну дурачок, б***, ты бы лучше зарабатывал деньги. Вот это да. Тебя монгол отб***т в ринге, и я буду рад. Замечательно, замечательно. Замечательно. Я хочу курить и все ломать, ломать ломать. Ты хочешь курить и хочешь сать? Да. Ладно, чтоб дело дошло до этого. Ты заскнись ты, б***, я сама с ним договорюсь. Смотри, что происходит. Вау, Вангол, ты просто грамотно сделай. Вот, видишь, этот как-то. Он делает так, да, а ты так. Вот так. Олег, иди, присоединяйся, присоединяйтесь. Охрана! Охрана! Вау, вау, вау. Не, не, хорош, хорош, хорош. Парни, парни, парни. Тихо, тихо, тихо. Что такое, охрана? Что за хрень, б***? Охрана? Что за хрень, б***? Красава. Красава. Я не понял. Спины, что за хр***? Тихо, тихо, тихо. Что такое? Держи, Ворон. Ворон, держи. Тихо, тихо. Кто показывал тебе что? Молодой человек, в чем вопрос? Кто тебе что показывал? Поговори. Что полезно? Я нормально. Не знаю. Тихо. О чем вы говорите? Давайте все рассядемся по местам, ребят. Тормози, сядь. Я спокойно. Давай, рассядем. Спокойно. Бой будет? Бой, да. Кто мне ловит? Даю слово. Бой будет. Олегу. Бой будет, да. Пойдем, пойдем. Ты успокойся, молодой человек. Кто тебе что показывал? Так, немножечко все вышло, чуть-чуть из-под контроля. Но все, слава богу, живые и здоровые. Ты думаешь, здоровые? Я на это очень наделюсь. Олег, дружище, у меня к тебе два вопроса. Во-первых, что сейчас только что произошло? Что ты на него налетел? Что тебе не понравилось? Он на него сейчас налетел. Он хотел на Саню сверху сесть. Ага. Он на ней не вышел. Я понял. Уродище. Ладно, хорошо, давай вернемся к спорту. Ты прилетел в Москву, я знаю, уже несколько здесь находишься. Да. Несколько дней. Скажи, с кем ты здесь тренировался? Были тренировки? Да, конечно. С кем тренировался, расскажи. Со мной. С чем? Вы где тренировались? В каком магазине, епта? В магазине точно не тренировался бы. Мне просто говорили о том, что ты тренировался с какими-то бойцами чуть ли не UFC. Да, есть. Было такое? Да. Шараф. Эти ребята поддерживают тебя? Они придут... Они все, кстати, даже в зале может быть. Ага. Ах ты, Верка, какая сучка. У них был зал, там зал обалденный. То есть они все придут тебя поддержать, да? Обязательно. Да, кстати, у меня вот вопрос вот к базу... К базуке, руки базуки, я его, конечно, не люблю, блядь. А вот как ты тренируешься при этом? В каком плане? В каком плане? Ты вообще, ну, тренируешься, ну, в спортивном смысле этого слова. Либо ты не тренируешься... Не, мне по*** на спорт. Он все равно финансы не приносит. По***ю. То есть на этом шоу тебе заплатили миллион рублей, это... Ну, я всегда понимаю, для чего я прихожу. Все. Факт есть фактом. Изи мани, брат, да? Да. Люди пусть ху**ят два года, я получаю за один день финансы. Красиво, все четко. Это изи мани, брат? Это изи, просто изи. No, too much money. Просто, короче, ты не спортсмен, ты говно, я понял. Мне спорт на*** не нужен. Обычный дешевый, я понял. Ну, кто еще дешевый? Это ты, наверное, дешевый. Просто я тебя не люблю, поэтому ты и гондол. Так, ладно, короче, что, давай сделаем... Стардаут. Что мы делаем? Что мы сделаем сейчас? Пусть они встретятся лицом к лицу. А, битва взглядов. Как называется по-английски? Стардаут. Стардаут! Под ваши аплодисменты, ребят! Базука, давай, я тебя труту после шоу! Хорошо, хорошо. Я за тебя. Давай форту. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Охрана! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Это балажаска, ребят. Верните монголу его кожаную шляпу. Подайте шляпу и пальто, да? Слушай, ну, у меня вот, знаешь, складывается такое впечатление, что адекватных людей здесь вообще нету. Ну, кроме нас с тобой, походу, да. Походу, мы с тобой самые... Мы с тобой вообще самые дети. Дети просто. Да, брат. Всем спасибо, что были с нами! Ребятки! Ребятки! Поаплодируем друг другу! Поаплодируем всем, кто был сегодня здесь с нами! Это историческая история! Иришка пипипишка газует. Ну, а мы с вами отправляемся уже в октагон практически. А для того, чтобы все было с кайфом, ребята, обязательно делайте репосты, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте про колокольчики. Еще раз аплодисменты всем! Это Эпик Файтинг! Мы газуем! Пау-пау-пау-пау-пау! Сева, ты про колокольчики сейчас сказал, которые проймешь ног? Все, спасибо всем, ребят! Всем спасибо отлично! Все будет ровно, чики-пики!